Добрый вечер! В эфире Харток и непростые разговоры о важном. На этот раз разговор будет на самом деле непростой, потому что уж слишком была непростая неделя. Очень много сенсационных разоблачений, очень много резонансных событий, резонансных законов. И сегодня у нас в гостях народный депутат Украины Ирина Геращенко. Здравствуйте, Ирина. Добрый вечер! 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 Поэтому, вообще, я хочу сказать, что нынешний парламент, та политическая команда, которую я представляю, а вы знаете, что я належу до партии, до группы «Політичный удар», которая входит в частину блоку Петра Порошенко, належу до команды президента Украины, мы очень много делаем, чтобы борьба с коррупцией стала не только словами. Еще на таком фінішном этапе зараз находится обранье головы антикоррупционного бюро. И очевидно, что эта людина, которая после таких непростых созданий этого бюро, после того, сколько людей подали на конкурс своей кандидатурой, и сейчас осталось 4 люди, которые проходят там специальные проверки, я уверена, что это бюро мае как-то шлише стартовать. И именно такие резонансные вещи, что стосуются найвищего керівництва, это будет належать, в том числе, уже до ведомства этого бюро. Мы очень надеемся, что оно, как на швидше, цього года запрацюет. Также мы имеем все-таки оновлено сегодня Генеральную прокуратуру, которая начинает, на самом деле, працювать, в том числе, и в таких резонансных, независимых, важных для суспільства, о вопросах вивчения злочиней против Майдана, убийства Небесной Сотни. Но коррупция должна оставаться в центре уваги. Можете ли Верховная Рада как-то реагировать на это заявление? Потому что глава, даже пусть бывший ревизионная комиссия, это же там не дядя Вася, да? Я переконна, вы знаете, я хочу сказать, что Верховная Рада, навіть сего тижня, что мы сделали, мы приняли, мы маем реагировать, в первую очередь, законодавча, унеможливлюючи коррупцию. От я хочу звернутися до глядачей 112 каналу, я точно переконна, что для всех вас, которые для нас, одними из наиболючих, например, сейчас, тема леков. Вони надзвичайно подорожгли, они просто стоят недоступными. И очевидно, что там працюет какая-то коррупционная складыва. От Верховная Рада цього тижня приняла надзвичайно важливый закон, когда мы позволили закупивлю леков, чтобы уникнуть этих прокладок, международным организациям дати, что допоможе, например, в цьому вопросу неможливить коррупцию. Но вы правы, что я переконна, Верховная Рада и чула уже такие заявы от коллег-депутатов, что они хотят сформировать специальную комиссию для того, чтобы изучать эти заявы. Але, вот пошли у вас все-таки Верховная Рада цеполитичный орган, чтобы туда не перебирали, понимаете, функции на себя следователей, прокуроров, милиционеров, СБУ. У меня есть вопрос. Прозвучали очень серьезные вещи. И кто-то, либо коррупционер, либо тот, кто врет, должен быть наказан. Конечно. Ирина, тогда у меня вопрос. Смотрите, для того, чтобы не занимались всем депутаты, нужно, чтобы были контролирующие органы. Вот вы только что вспомнили о том, что у нас лекарства, на рынке лекарств сейчас происходит полная вахханалия. Это ужасно, да. Да. Но уже год нет главы антимонопольного комитета. Никаких визуальных и внешних причин для того, чтобы его назначать, нет. Почему его нет? И понятно, что орган не работает. Я тоже думаю, что ключевое назначение на такие вот посты должны состояться. И более того, очень важно, чтобы на них пришли люди, которые имеют безупречную репутацию. На самом деле, не всегда просто находить человека, который будет отвечать и профессиональным, и моральным требованиям. Иногда, вот вы видите, как в кадровой политике происходит смена караула, что называется. Но очень важно, чтобы здесь не было ошибок. Мне кажется, что мы имеем достаточно сейчас и у правительства непростая ситуация экономическая. Я не буду тут Кассандрой или адвокатом правительства, если я назову вещи своими именами. Очевидно, что руководить экономикой во время войны тяжело. Но это накладывает на правительство и на парламент, безусловно, и на всех нас особую, без пафоса, особую ответственность. Потому что мародерствовать, воровать, врать во время войны, это... Правильно. Просто дело в том, что мародерствовать, врать и все остальное делать, красть во время войны, гораздо легче, когда не работает государственная структура. Когда нет главы счетной палаты, когда нет антикоррупционного комитета, очень долго затягивается в назначении. Когда нет антимонопольного. Поэтому очевидно, что как бы это ни было сложно, эти назначения должны произойти в ближайшие дни. Я думаю, что это будет и темой, в том числе обсуждения парламентской коалиции. Мы работаем уже три месяца, сто дней за это время. Ну, знаете, непростые тоже были приняты решения по бюджету и всякие пакеты тех законов, которые были необходимы для получения кредита Международного валютного фонда, чтобы поддержать украинскую экономику. Это была, знаете, голубая такая мечта Кремля, чтобы все это рухнуло. Но вы правы в том, что мы должны закрыть все эти такие вот бреши в кадровой политике для того, чтобы машина работала. Это касается в том числе и региональной политики. Потому что вот сейчас мы видим, пошла серия назначений глав обл. администрации в тех регионах, где их не было. Потому что это тоже очень важно, чтобы машина работала и в центре, и на местах, и работала бесперебойно, честно и правильно. Чтобы закрыть тему коррупции, перейти к тему, которую вы, как вы говорили до эфира, хорошо знаете, о теме Донбасса, я хочу вам задать этот вопрос. В связи с тем, что сегодня был пост очередной Арсена Борисовича Авакова, министра МВД, который написал, что нет разницы между бандитом с оружием и бандитом с депутатским значком. Он описал один случай, где был в центре внимания, криминальный случай, депутат, который защищал бандитов. Он не называет его фамилией. Я думаю, что она еще будет названа, надеюсь. Но я хочу в связи с этим спросить у вас. Я знаю, что вы принадлежите к блоку Петра Порошенко, и что у вас непростые отношения у блока с Народным фронтом. Но все-таки... У нас рабочие отношения, я бы не сказала, что... Есть ответственность общей коалиции, вы согласны со мной? И очень многое, вот эти кадровые назначения, за которые несет ответственность коалиция, очень многое в стране не прокручивается, именно потому, что ошибка, это ничего не поделаешь, это могла быть ошибка, но есть заведомо какие-то системные ошибки, которые непонятно почему были заложены. Я хочу вас спросить вот о чем. Смотрите, больше 10 лет возглавлял в Верховной Раде топливно-энергетический комитет Николай Мартыненко. Все прекрасно при этом знали, что Николай Мартыненко, он хозяин большого сегмента бизнеса в этой области, и конфликт интересов был налицо. Тем не менее, коалиция допустила и в этот раз назначение Николая Мартыненко на должность главы комитета. Кроме того, сегодня появилось уже точно сведение о том, что Швейцария, по-моему, обвиняет Мартыненко в коррупции, против него заведено уголовное дело, он обвиняется во взятке. Но даже дело не в этом. Швейцария не Швейцария. Но мы же понимаем, что Николай Мартыненко не тот человек, которого нужно было бы назначать на этот комитет. Должна ли нести коалиция, ответственная за такие и подобные назначения? Опять-таки, я хочу сказать, что я принадлежу к тем людям, которые достаточно четко понимают важность сейчас безупречной репутации коалиции. Однако, тоже ради этого, я думаю, что многие вопросы, в первую очередь, нужно обсуждать не в прямом эфире, а ставить на совете самой коалиции. Потому что это добавит и прочности коалиции, и поможет быстрее решать вопросы, против того, чтобы многие вопросы решались в прямом эфире. Это прекрасно с точки зрения Шоу, но это плохо с точки зрения решения вопроса. А что касается нынешнего парламента... Хорошо, я спрошу по-другому. Будете ли вы обсуждать? Вот, допустим, сейчас мы не будем больше обсуждать эту тему. Будете ли вы обсуждать на коалиции подобные назначения? И конкретно вот это? Я не владею пока что точной информацией, насколько отвечает тот вопрос, который вы задали, насколько он отвечает, насколько он достоверен. Потому что пока что мы не имеем соответствующей официальной информации. Ее поднимает один из очень активных депутатов. И я хочу вам сказать, что как человек, который присутствует на заседаниях фракции, хочу заверить вас, что депутаты, которые поднимают подобные темы в блогах своих, либо в материалах, они, как правило, поднимают их и на заседаниях фракции, и на заседаниях, в том числе, там, фракции, куда сейчас регулярно мы приглашаем руководителей правительства, либо мы можем пригласить туда и руководителей дружественных нам фракций и так далее. Мне кажется, что депутаты, которые владеют подобной информацией, вполне могут инициировать этот вопрос. Я буду говорить максимально дипломатично. Я просто задаю этот вопрос, потому что мне кажется, что это вопрос сегодня национальной безопасности. В ситуации, когда нет рынка газа, когда происходит скандал с зелеными тарифами, когда нет рынка энергетики, там нужен человек, который с государственным ушел. Вы знаете, еще раз я хочу сказать, что я никогда не смотрю ни на что в розовых очках, однако я принадлежу к тем людям, которые предпочитают решать проблемные вопросы, коалиции, внутри самой коалиции. Это мудро, потому что оппонентов и критиков хватает извне и так далее. Иногда это справедливая критика, иногда это политиканство, иногда это провокации. И я думаю, что не хотелось бы на это все ловиться. Однако, комментируя все равно нынешний состав парламента, я хочу сказать, что в нем произошли существенные изменения. Он изменен по своему составу 53% новых депутатов. Не всегда новый депутат, это однозначно лучший депутат. Более того, мы имеем много примеров, наоборот, когда опытный, такой как Виктор Михайлович Пунзенек, например, Мария Васильевна Матиос, может, она не политик в чистом понимании этого слова, но это тот моральный авторитет. В Пари Васильевне нет никаких вопросов. Нет, например, я просто говорю, что это тот моральный авторитет, который добавляет, знаете, особого значения нашей фракции и так далее. То есть я считаю, что очень хорошо, что нынешний парламент, он имеет такой конгломерат нового и в то же время опыта. Это первое. Второе. Для меня очень важно, что в этом парламенте немного больше женщин. Вот как показывает опыт все-таки, это женщины в политике, они придают ей большую ответственность, они придают ей большую трудоспособность. Это всегда меньше конфликтов и это такая большая... Будем надеяться, что этот парламент профессионально будет работать. И что очень важно, что очень важно, но чего должно быть больше, в том числе на местных выборах, что я буду отстаивать, сколько в моей будет компетенции. Это все-таки очень важно, чтобы в этот парламент стали работать социальные лифты и сюда пришли волонтеры, которые на самом деле очень много делали для поддержки Украины, для поддержки армии, для поддержки фронта или переселенцев. Их мало пока что в парламенте, их должно быть больше. Вы вспомнили волонтеров, я хочу спросить о законе о Донбассе. Президент подписывал поправки, из которых следует, что выборы будут только на местном уровне происходить. И одно из условий, одно из проведения выборов, это абсолютно обеспечение свободных выборов, когда все вооруженные формирования будут отведены. Учитывая, что там, как говорят некоторые эксперты, до 40 тысяч с той стороны, а куда они будут отведены? В Российскую Федерацию, в лес, вот куда они будут физически отведены? Вы знаете, это очень важное вопрос для меня. Что вообще Верховная Рада проголосовала на сегодняшний день в контексте решения проблемы Донбасса? Украина остается верной Минской договоренности. Можно их критиковать, можно кому-то не понимать, но, на жаль, не существует другого шляха от реалистического того, как решить этот конфликт. Больше того, ни мы, ни вы, пані Наталья, ни кто из наших глядачей, я думаю, не есть такими, знаете, романтиками, которые бы верили в то, что бандиты и края, которая за ними стоит, готова их выполнять. Но мы должны тиснуть и крок за кроком делать нашу работу, чтобы все-таки защитить Украину. Три ключевых первых пунктов Минских договоренностей – это прекращение огня, это отведение войск и это извольнение заручников. Мы видим, что даже по ним идут порушения. Украина выполняет всю свою работу. Что касается другой стороны, украины-агресора и бандитов, которых она поддерживает, заручники поки еще не звольненны, мы имеем больше 100 заручников. Это информация, которую мы только вовладимы. У бандитов мы имеем политических заручников в Москве. У БСЄ сама скаржится, что их не пускают на всю территорию под контрольную бойовикам и не показывают эти карты, где они отводили оружие. И мы видим, что сегодня порушается режим прекращения огня. Но мы приняли законодательство, и я хочу говорить про комплексы, чтобы ваши глядачи это очень четко понимали. Первое, действительно, мы приняли изменения к этому закону о особливости местного самовредования, что выборы там могут происходить только по украинским законам, только под эгидом и с посережением ОБСЄ, только при включении всех украинских телеканалов, в том числе и 112, чтобы это был какой-то же рівный доступ. Это реалистично все, это можно объяснить. А если этого не будет, то не будет и выборов, что очень важливо. Другой, что мы приняли, постанову про тимчасово окуповані территории, где показали в преамбулі, что окупант є Российская Федерація. А если и окупант, то она мает нести ответственность. И третье, мы приняли так само звернение до Европейского Союза и до ООН, с проханием вести миротворцев на эти территории, не для того, чтобы они воювали на территории Украины, а для того, чтобы они контролювали самовиконание мінских домовленостей. И вы говорите, что это реалистично. Но очевидно, что это не тот конфликт, на жаль, который мы можем вырежать только с оружием. Потому что у нас нет такой количества оружия, у нас нет такой потужности армії. Но наша армія патротичная, она очень выросла за этот год. И тут мы можем выиграть, объединяющие три складовые. Первое, посилюючи нашу армию. Другое, это объединяющий свит навколо поддержки Украины и посилюючи санкции. И сегодня у нас есть хорошая новина из Европейского Союза, где так же, это же не секрет, есть серьезные такие прароссийские лобби, где 9 стран, скажем так, мягко калишающиеся. А вот именно с большого северства санкции. Но они оставили до конца года эти санкции, и более того, чётко привязали их до выполнения Минских угод. И вот, когда вы спросите, чё можно их выполнить, так они привязаны до Минских угод. Сегодня Россия втрачает миллиарды на эту войну. Вы хотите и далее втрачать? Насколько выстачит запаса полученности? Вот о войне, о конфликте. Я всё время задаю этот вопрос, не могу на него получить ответ. Где взять деньги? Смотрите, если у нас беспардонно аннексировали Крым, если мы теряем каждый день, потому что там остановлены наши бизнеса, потому что у людей сейчас на собственность отобрана, теряем там миллиарды и потеряли. Почему мы не можем точно так же, вот если бы мы взялись, допустим, за делегиархизацию страны, почему мы не можем точно так же объявить о национализации российской собственности на территории Украины? Абсолютно симметрично поступить? Потому что мы другая страна. И я понимаю, что это может иметь эффект поддержки среди общества, но инвестор потом до нас прийде. Свет очень тяжело и так иде на санкции. Мы всё-таки, Наташа, знаете, с точки зрения эмоций и оценки ситуации, вы праве в том, что есть агрессор, и он заслугивает того... То есть объявить такие санкции о том, что мы останавливаем этот бизнес, что мы арестуем. А я вам ещё раз раз разговариваю, что мы с вами говорим про то, как важно Украина даже добивалася этих санкций, которые неадекватные, как на меня, против России, включено Европейским Союзом. То есть вы считаете, что Запад этого не одобрит? Поэтому мы не можем это сделать? Это не свит, потому что, насправді, мы должны демонстрировать цивилизованную игру. Да, он этого не поддерживает, потому что он считает, что в этой ситуации мы должны быть мудрыми. Больше того, знаете, когда очень часто задают владею журналисты такие жесткие вопросы, на которые не просто отвечают, что вы тут не работали, какие-то план действий, вот тут влада не дала адекватную ответственность. Вибачите, свит не дала адекватную ответственность. Мы бачим сегодня певную деградацию многих международных институций. Мы бачим сегодня беспомощность тих международных структур, которые не в полной мере могут выполнять свои миротворческие функции, а над ними насмехается Путин. Вот об этом подробнее хочу. И тому, насправді, мне кажется, что это момент истины не только для Украины. Ну, ответ понятен. Вот вы считаете, что это впервые, кстати, я услышала внятный ответ, что мы не вводим санкции против России, подобное, потому что этого не поймет Запад. Не, ну не только тому. Вы знаете, насправді мы маємо тиснути на ней, но вот такими шляхами. Вот сейчас Министерство юстиции говорит про то, что оно готовит позовы до тех международных судов, которых им пить эти позовы, чтобы нам выплачивали. Надо бы все готовить. Безумовно. С этим я полностью согласна. Больше того, я вважаю, что я тут очень может докладаться до того, мы маем взагалі света больше говорить про те звирства, какие сегодня есть. У нас мало времени, у меня еще много вопросов. Буду коротко. Вы член комитета по евроинтеграции. Я глава в этом комитете. Я вижу просто по вашему фейсбуку, вы много работаете, вы все время летаете на все совещания, вы активно принимаете участие в работе Европарламента и так далее. Вот революция достоинства началась именно вот с этого. Мы хотели в Европу и так далее. Теперь эти вопросы немножко отодвинулись на задний план именно из-за того, что война, из-за того, что нужно реформы проводить и так далее. Но все же хочу спросить, вот будет ли у нас этот безвизовый режим, который нам обещан через три месяца, как я вот читала в некоторых СМИ, по-моему, президент Порошенко об этом говорил, или не будет, потому что для меня доходят слухи, что наоборот почему-то перестали выдавать визы. Вот даже замечательный журналист Саша Пасхопер из Нового времени писал в своем фейсбуке, что ему выдали, он куда-то летал в западную страну на два дня или на три дня всего визы. Ну то есть совершенно такая ситуация. Я хочу звернутися до журналістов, если они на зародзивлятся, если бывают такие случаи, будь ласка, обратитесь до меня, обовязково, потому что это порушение наших угод спильных с Евросоюзом про ліберализацию визового режима, куда точно входят журналісти. Что касается ліберализации визового режима и безвизового режима, мы бы очень хотели и очекаем, и докладываем для этого максимум усилий, для того, чтобы отримать позитивный политический сигнал на саммите Рижского партнерства, Схидного партнерства, вибачте, который будет в Ризе в травм году. Но очевидно, что сегодня мы имеем очень серьезную загрозу, это война на Сходе, которая безусловно лякает европейцев в точке зору миграционных процессов. Докладаем усилий, работаем над этим, выполняем все наши обязанности, от остатка была биометрика и антикоррупционные позиции, где мы закрываем их через принятие закону про антикоррупционное бюро и его создание. Работаем над этим. Работаем, работаем, работаем. Дуже спасибо. Я хочу вам задать один такой тонкий вопрос. Думаю, как его дипломатично сформулировать. Не дипломатично задавайте. Смотрите, очень часто говорят, вы же все время бываете, работаете, что депутаты европарламента есть такие депутаты, может они правда? Которые поддерживают Путина, Россию, которые ведутся определенным... Это абсолютно право. Что они не чужды тому, что называется коррупция и подкуп. Абсолютно. Такое явление есть, да? Вы его задали не просто дипломатично, а абсолютно корректно. Вы его задали. Более того, я хочу вам сказать, что такая составляющая политическая и безусловная... То есть задки берут не только у нас? Я не знаю, какой аргумент там идет в ход, но очевидно, что это не только, знаете, там рассказы о светлом евразийском будущем. Такие процессы, к сожалению, происходят и в парламентской ассамблее Совета Европы. Вот я недавно вернулась с заседания политкома этой организации, где просто требовала абсолютно в жесткой форме дать оценку действиям левых депутатов Бундестага, которые проехали на территорию оккупированную Донбасса через неконтролируемые границы украино-российские. И там расшивали с бандитами и фотографировались с ними. И у меня возник закономерный вопрос. Если я депутат Верховного Совета со своим паспортом дипломатическим козьими тропами пройдусь не через таможню во Францию или Германию, что со мной будет? Я буду нести ответственность. Что это такое? И мы должны тут очень жестко требовать защиты наших границ. Что касается Европарламента, там есть большая группа правых, та же партия Марии Лепен, которая абсолютно не скрывает, что они получили даже на свою поддержку большой кредит так называемый от российских банков. И они, знаете, это голос Кремля, но только на французском языке. Это очень серьезно. Поэтому тут нам нужно бороться. Вот почему вы говорите, что не все так просто. Нам нужно искать наших союзников, находить все новых и новых лоббистов. И это большая работа всех украинских политиков. Не только должна быть президентом дипломатического корпуса. Как вы уже начали, сказали, вы являетесь членом партии «Удар», которая входит в коалицию. Я не член партии «Удар». Я в группе «Удар» в нашей блоке Петра Порошенко принадлежит французске. Поэтому я могу вам задать этот вопрос. Смотрите, глава партии «Удар» и вся партия входит в коалицию. Коалиция сегодня ассоциируется с непопулярными законами. Экономическими, а другими с неоправданно задранными тарифами и так далее. Говорят, что Виталий не ропщет на эту тему только потому, и остается в коалиции только потому, что он ждет большой бюджет для города и он проявляет терпение и так далее. Насколько... Ну, это такой, знаете, вопрос. И тем не менее, вот я хотела вам его задать. Спасибо за этот вопрос. Вы знаете, я хочу вам сказать, что у нас очень непростая и очень интересная фракция «Блок Петра Порошенко», где идут очень серьезные дискуссии по поводу каждого такого сложного закона. И вот монолитно достаточно и интеллектуально сильна группа «Удар», в которой представлены сильные экономисты, такие как и Пензенек, и Оксана Продан, и можно много называть фамилий, никогда не проходило обсуждение ни одного законопроекта легко. Вы нам до детей там, и вам то никогда не бывает. Если посмотреть по голосованиям, то все-таки всегда мы выходили на голосование, например, после изменения закона в лучшую сторону. Для меня вот это... Я не являюсь экономистом, но для меня вот эта интеллектуальная работа коллег над законами, она является очень важной составляющей. Нет, не замечала я такого гнусного какого-то торга, но то, что на самом деле у нас ответственная фракция, и понимаем то, что мы пришли во власти, это значит, что это всегда тяжелее, чем быть в оппозиции. Но учитывая все последние события, учитывая вот эти саморазоблачения, в общем, не встречные. Депутаты, одни из Народного фронта разоблачают Юрия Луценко из Батьковщины, по-моему, кто-то разоблачает, наоборот, Народный фронт и правительство. Как вам, вот как вы оцениваете, вот вы лично, монолитность и стабильность коалиции? Я негативно оцениваю подобные вот как бы истории, потому что я понимаю, что сейчас не та ситуация, когда, в принципе, позволительно политикам тратить время, силы и, знаете, свой пыл и энергию на чвары, на склоки, на вот этот бред. Как правило, этим занимаются люди, которые, ну, мало задействованы в реальной работе. Вот чем больше у человека реальной работы, Или, наоборот, они много задействованы только в другой работе. Ну, это не... Такие же люди тоже есть, насколько я понимаю. Есть, наверное, да. Но это политиканство, а не политика. И, на самом деле, я в таких случаях... Влияние олигархов, по-моему, это не фантастиков в Верховной Раде. Это совершенно реальная вещь. Вы знаете, на самом деле, все-таки этот парламент по своему составу отличается от других. И, мне кажется, это очень позитивная история. Но, второй момент, мне кажется, что здесь очень важно такие вот доносить позиции, что мы не имеем права повторить 2005 год. Есть вопросы, есть какие-то нарушения или замечания, их нужно решать, безусловно. Вот один из последних примеров мы имели на фракции очень жесткую такую дискуссию относительно закона об общественном вещании. Потому что там наши мажоритарщики считали, что нельзя отказываться от региональных телеканалов, потому что тогда все ужас, кошмар, все рухнет и не будет где там вещать региональным элитам. Я считаю, что это неправильно. Безусловно, мы должны бороться за... Вот вы вспомнили об общественном телевидении. Хочу несколько вопросов как журналистов. Таких очень насущных вам задать. И мы проголосовали за него. Я знаю. Сверхуя власть отказалась от того, что у нас будет ручное... Здраво голосование очень ждало вашего голосования. Знаете, я думаю, его заждали все журналисты, хотя закон не идеален. Но опять-таки, и я честно вам хочу сказать, мы будем его менять. Мягко говоря, не идеально. Абсолютно не идеально. Мы будем его менять. Но это тот пример, когда надо начать, а по ходу менять. Ирина, вот сейчас много раздается голосов о том, что сейчас правительство президента могут критиковать только враги. О том, что сейчас война, и не нужно лить воду на мельницу Путина. Кто-то говорит, позвольте, но тогда, если вообще ничего не критиковать и не говорить правду, то тогда это просто пропаганда. Вот где-то, вот с вашей точки зрения, где-то черта, где нужно, а где уже не нужно. Вы знаете, оппозиция действительно может как бы и то. Вот я недавно опять-таки... Я сейчас говорю о журналистах. О журналистах? Да. Ну, журналисты. Вы знаете, мне кажется, что журналистам все-таки задача не критика, не критика, а фиксировать, фиксировать и давать информацию. То, что происходит. Да, безусловно. И второй момент. Содержание важно, но важна и форма. Вот когда это подается в корректной форме, это одна история. И я не думаю, что когда-то могут возникнуть вопросы, а что это, да? Но когда все-таки сегодня мы видим в том числе и в журналистской среде много хамства, непрофессионализма и других вещей, это неприемлемо, мне кажется. Мы должны демонстрировать и политике, и журналисты все-таки достаточно высокий уровень ответственности. Более того, президент достаточно открыт сейчас для общения, и мы видим, что, мне кажется, правительству этого не хватает. Вот Арсению Петровичу надо бы взять пример с президента и еженедельно, как президент, выходит на эти интервью и отвечает на непростые вопросы, объясняя, разъясняя, доказывая свою позицию. Потому что я много общаюсь с людьми, и они говорят, что нам бы хотелось больше... А президент еженедельно проводит брифинг? Нет, президент еженедельно сейчас вышел на формат еженедельного интервью, который он, кстати, дает разным каналам, но это такой интересный формат, пять блоков вопросов, внешняя политика, внутренняя политика, экономика, реформа, личные вопросы. Вы, конечно, видели ролик с Коломойским. Нет, вот вы не поверите, не видел. Не видели, но знаете его содержание, по крайней мере. Я знаю, что там были некорректные высказывания относительно журналиста. И я хочу сказать, что президент, вы знаете, он сделал документ, в котором вынес Догану за такую поведенку державного чиновника и очікуя вибачень. И очевидно, что все-таки так журналистам разговаривать не можно. Это очевидно. Попри те, что все мы шануем пана Коломойского, который действительно доклав достаточно много засиль для того, чтобы стабилизовать ситуацию. Это понятно. Но я хочу спросить у вас, вот что, как у бывшего журналиста и как человека очень темпераментного, насколько я знаю, вот если бы вы попали в такую ситуацию и какой-нибудь олигарх или не олигарх так себя повел, вы бы отреагировали? Я бы попросила разговаривать в иншем утоне. Драться не стали бы? А я никуда ни с кем не былась. Я грешна, только еще иногда шлюпаю детей и потом мне так соромно, что я даже переживаю. Ира, я хочу вам задать несколько вопросов, может быть, уже личного характера перед тем, как мы перейдем к заключительной части программы. Вот я знаю, что вы часто бываете в зоне АТО. Я знаю, что очень много событий в вашей жизни случилось, ну, таких грустных за последние недели, которые связаны с войной. А я вас помню, знаете, я помню, когда мы еще вместе ездили на кинофестивале, вы были молодой журналисткой, которая работала на Инте. Я помню, что в те времена вы все время, вот я даже сегодня в фейсбуке написала, вы все время смеялись. Вот улыбка не сходила с вашего лица и вы все время такая вот прям солнечная девочка были. А последние годы, вот я смотрю, как-то поменьше улыбок стало на вашем лице. Вот как изменилась ваша жизнь, когда все это вот началось? Вообще политика это занятие для женщин или нет? Можно ли сохранить свою жизнь нормальной и можно ли сохранить свою семью нормальной, когда ты занимаешься мужскими делами? Хоть вы и выступаете за гендерное равноправие в Верховной Раде, но я в Верховной Раде встречала немного счастливых женщин, скажу вам честно. Есть, конечно, но немного. Вы знаете, я не думаю, что состояние женщины политика сегодня в Украине отличается от состояния женщины в любой другой сфере. И главное тут не то, что мы меньше стали улыбаться. Я думаю, что не только Ира там стала меньше улыбаться. Вы стали меньше улыбаться. Такова реальность. Это значит, что зато, может, мы потеряли временно, или может, это уже, ну, такой процесс, это возможность улыбаться все время, но главное, значит, мы не потеряли сердце. Это важнее. Ну и плюс, мне кажется, я не потеряла там чувство самоиронии. Для меня это важнее, чем все остальное. Смеяться над собой я не разучилась. Ну это самое главное вообще для людей нашей профессии. Это правда. И вы знаете, я хочу вам сказать, что я заметила, что вот чувство юмора у мужчин оно присутствует в политике, но вот над собой они смеятся, они очень любят, это им мешает, кстати, в жизни. У нас, Блиц, с чем вы в себе боретесь? Что вы считаете с вами недостатком, которые вас раздражают в себе? Я сейчас борюсь над тем, что я все-таки хочу войти в свою форму, такую более стройную, скажем так, и я борюсь... А я помню, а с дистрофиком совсем. Ну, дистрофиками никогда не была, но вот 10 килограмм никак не могу сбросить. С этим я борюсь и борюсь со своим комплексом все-таки начать более активно говорить на иностранных языках, пытаясь каждый день заниматься этим. Кого женщин-политика вы считаете своим подругом? Потому что вы в Фейсбуке написали, что вот женщины-подруги у вас есть в Верховной Раде, а мужчины из других сфер? Мои подруги это Маша Ионова, Мария Ионова, это Уленка Кондратюк, это Оля Герасимёк. Я не могу сказать, что эта подруга, она это человек, который важен для меня, что он существует и есть в украинском политикуме. Это Мария Васильевна Матиос, если я кого-то забыла, извините, Ира Луценко, это близкий мне человек тоже в политике. Как часто вы летаете за границу в служебной командировке? Когда как, но вот последние два месяца очень часто. Вы там пользуетесь услугами переводчика, насколько я понимаю? Нет, нет, я понимаю, я понимаю, говорю, но все-таки, ну вот так вот, чтобы это мне нужно больше. Насколько с вашей точки зрения эффективны журналисты? Вот бывшие журналисты, теперь уже парламентарии в парламенте. Вы знаете, ну нет у нас такого факультета, где бы изучали, да, там, будущие там депутаты и так далее. Поэтому сфера твоей бывшей профессии не имеет значения. мне очень важно, чтобы ты каждый день учился. Продолжите ли вы политическую деятельность после войны? Как служатся обстоятельства. Любимая одежда? Джинсы. Сколько времени вам нужно, что приготовить обед на четверых? Ой, я не готовлю. Я так давно не готовила, что даже не скажу. Ну вот если надо, вот вдруг пришли гости. Ну, я когда приготовлю обед на четверых, я скажу вам, сколько у меня заняло это время. Если бы у вас была, ну вот теоретически, волшебная палочка и возможность задумать только одно желание. Не скажу я, я суверна. Оно не связано никак с общественной деятельностью? Нет. Воспринимаете ли вы коллег по парламенту как мужчин? Или только как коллег? Не задумываюсь. Готовы ли пожертвовать? Чем вы? Готовы пожертвовать ради любви? Каждый день мы жертвуем чем-то ради любви. Когда вы последний раз видели Сьющенко? И поддержите ли вы с ним общение вообще в принципе? Я на каком-то мероприятии официальном виделась. Мы здоровались. Мы перекинулись несколькими словами. То есть вы отношения хорошие не сохранили? Я просто бы сказала, что, возможно, мы гораздо больше общались в то время, когда мы работали вместе. А какая причина? Почему? Я думаю, что следующий вопрос более актуален. Хорошо. Тогда он будет традиционным. Три самые большие проблемы Украины. Война, наш сосед, и необходимо больше верить в свои силы. Собственно, война и наш сосед, это практически одно и то же. Спасибо, Ирина. Что же, друзья мои, сегодня у нас в гостях в студиях Арток была народный депутат Украины Ирина Герасченко. Говорили мы с ней о многом актуальном, ну и кроме всего, о том, что для нас всех важно. берегите себя и берегите своих близких. в будущее. Редактор субтитров – Корректор А. – Корректор А. – Корректор А. – Корректор А. – Продолжение следует...